окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате лоун мовен симулятор симулятор газонокосильщика игра выйдет в стиме 10 августа запасайтесь булками готовьте лимонад друзья давайте взглянем на эту игру и примем решение возможно возьмемся за полное прохождение напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик и так в меню мы видим сверху три режима игры первый режим это собственно карьера второй режим это уже режим испытаний третий режим это свободный режим свободная косилка можно сказать так мы просто выбираем где будем косить при каких условиях и так далее чисто для расслабления но нас интересует само собой именно карьерный режим три ячейки у нас есть создаем новую карьеру пропустить обучение нет ни в коем случае начнем режим карьеры в этом режиме ты создаешь собственную компанию по стрижке газонов развивающие и зарабатываешь репутацию расширяя компанию ты сможешь нанимать сотрудников покупать новые косилки открывать новые контракты но сначала для твоей компании необходимо выбрать название логотип и форменную одежду играть ребята я буду на геймпаде можно также играть само собой на клавомышке вот что мне интересно в этой игре мне интересен сам процесс кошения травы насколько я прочитал он будет разнообразным будут разные условия и разные красивые места а вот менеджмент мне как-то не очень интересен менеджмент компании и все такое именно поэтому я даже не знаю вот еще хочется ли мне полностью проходить или только на нее взглянуть так название но здесь видимо придется все-таки использовать клавиатуру так ну логотип так у нас сразу мы видим три тысячи фунтов понедельник первое число 1 марта 2021 окей новичок репутация наша логотип не то чтобы их сильно много давайте рассмотрим все вот этот мне напоминает щупальца ктулху если честно принципе не то чтобы это вообще имело значение какой у нас будет логотип ну давайте выберем что-нибудь симпатичное допустим вот эти вот листики третий логотип по моему очень даже симпатичный мне нравится изменить игрока облик игрока на этом экране можно настроить внешний вид аватара в игре помимо физического облика можно менять цвет спецодежды компании а также размещение логотипа даже так неожиданно я про эту игру практически ничего не знаю кроме ее описание и скриншотов так имя игрока кстати интересно можно ли им использовать кириллицу да можно аватар аватар этот вообще какой-то серики такой нездоровый цвет кожи у него какие-то они все-таки страшненькие слушайте я даже не знаю кого выбрать а ну пускай будет вот это что ли кепка мы меняем чисто цвет кепки пускай будет какой нибудь вот такой вот и зелененький цвета давайте униформы сразу так основной цвет пускай будет наверно зелененький дополнительный цвет где у нас по бокам давайте наоборот дополнительный будет зеленый основной будет вот такой вот темный чтобы не слишком ярко выглядеть так место логотипа спереди и сзади я думаю он появится только спереди только сзади без логотипа не пускай будет спереди и сзади у нас логотип все по идее настроили мы начать игру устраивают настройки компании пример нажми принять чтобы начать или назад чтобы внести изменения устраивают тест драйв а теперь у тебя есть компания и чтобы начать стричь осталось купить первую газонокосилку выбери газонокосилку из списка ниже и возьми ее на тест драйв дека с травосборником эта косилка оборудована декой с травосборником это означает что состриженная трава будет затягиваться в контейнер если не перегружать двигатель и вовремя порожнять контейнер после стрижки не будет оставаться обрезков мульчирующая дека эта косилка оборудована мульчирующей декой это означает что состриженная трава будет измельчаться и ее не будет видно если перегружать двигатель после стрижки не будет оставаться обрезков при перегрузке деке не будет хватать мощности чтобы состричь всю траву так это мульчирует это собирает кстати особенность игры ребята в том что все эти газонокосилки это реалистичная настоящие косилки то есть игра именно настоящий вроде как симулятор все здесь будет прям детально продумано размер деки тип дектора сборник мульчирующая привод задний объем бензобака здесь поменьше максимальная скорость здесь побольше я даже не знаю какая в итоге лучшее мульчировать лучше или собирать давайте попробуем наверное попробуем давайте вот эту так эти нам даже а можно посмотреть вот их ух какая большая давайте начнем с самого начала попробуем вот так вот эту вот косилку тест а мы можем провести тест-драйв сейчас перед тем как ее купить да давайте устроить тест-драйв стига эстейт 2084 эйчем да зона тест-драйва здесь ты можешь опробовать конкурент конкретную косилку в условиях приближенных к реальному контракту подойти к косилке чтобы сесть в нее так мы сейчас используем вид от первого лица можем даже бежать это что porsche стоит это же porsche по-любому хоть и без значка но это porsche вот сейчас персонаж идет сам я ему дал направление как то он иногда вправо идет сам да ладно садимся запуск косилки сев на косилку тебе нужно запустить его и выехать на газон разные косилки заводятся по-разному чтобы начать следу инструкциям в нижней части экрана когда ты заведешь косилку освоишься на ней заезжай на газон и начинай косить и не удерживай их чтобы запустить двигатель косилки также мы видим слева состояние косилки состояние двигателя состояние лезвия справа дроссель спидометр бензобак высота среза 9 сантиметров выключена там нас видимо заполнение контейнера так влево вправо положение дросселя так косилка довольно громко ребята давайте мы наверное немножко громкости громкость косилки понизим потому что оказалось что она очень уж громкая так ой-ой-ой надо как-то инвентировать наверное вертикально так а вот так то лучше на газоне тебе нужно подготовить деку сперва установить высоту среза а затем включи влежущее лезвие лезвие можно включать только на газоне иначе ты повредишь их и снижешь эффективность стрижки так выехали на газон давайте включим лезвие выполняя контракты тебе нужно подстригать траву до определенной высоты для каждого контракта указывается своя высота установи высоту среза в диапазоне от 5 до 6 сантиметров и подстриги 20 процентов газона во время стрижки ты можешь отслеживать прогресс с помощью шкалы в правом верхнем углу шкала прогресса это показывает сколько от необходимого количества уже подстрижено скошенная на правой на правильной высоте трава заполняет шкалу белым цветом слишком коротко подстриженная красным высоту вот 5 так на самом деле довольно шумно и этот шум однообразный будет поэтому я бы наверное сделал еще потише потому что уже очень громко ой во так стоп стоп я что а я выключил лезвие был случайно 06 07 внимание ты перегружаешь двигатель притормози вот положение дросселя а так подождите это по сути передача что ли обороты мы повышаем зачем нам большие здесь обороты а они автоматически наверх выставляются все равно и опять был выключил лезвие точнее нужно включать каждый раз потом заново в общем то что я принял за спидометр а за шкалу спидометра на самом деле это нечто вроде перегрева просто тихо тихо тормози по чуть-чуть по чуть-чуть надо а если вот так вот медленно ехать да вот так вот лучше не разгоняясь так ну косим мы довольно медленно ну два с полной процента пока что мы с вами скосили как там шумно ну вообще игра по сути своей сама по себе шумная очень потому что газонокосилка постоянно будет шуметь всю игру по сути будет шуметь газонокосилка наш персонаж умный он наушники одел специальные чтобы снизить шум ну да в этой игре нужно с настройками громкости очень хорошо поиграться как то если уже проходить то надо будет потестировать разная громкость и попробовать чтобы было не очень как то так шумно потому что все шумит а здесь нельзя никак переключиться на вид от первого лица можно ай 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 управление нужно опять инвертировать с управлением от первого лица с видом от первого лица нам нельзя инвертировать отдельно ну так конечно интереснее вид профи удерживая р стоя на месте чтобы включить вид профи в нем выделяются участки травы которые не подстрижены до требуемой высоты это помогает обнаружить участки травы которые осталось подстричь для завершения контракта ну стало еще громче по моему ребята да что ж такое с громкостью в этой игре тут нужно просто вообще выключать громкость громкость косилки уже на тройке на двойку поставим так вид профи попробуем так ну то есть это именно пока я на месте стою не двигаюсь я могу это сделать на самом деле удобно если вдруг мы что-то пропустим проверить где и что мы пропустили но а 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 довести скажем так до идеала такс ну до 20 процентов это все-таки не очень быстрый процесс так ну а еще разнообразие будет потому что вот мы пока что даже десяти процентов не сделали то есть если допустим я хочу до идеала дайте то мне нужно вот целый час вот просто вот вот это вот дальше делать какие-то препятствия сложности какие-то будут или вот мы просто вот ну вот так же сам вот эти все тихо тихо не перегревай мне интересно когда заполнится наш контейнер что нужно будет делать там какие-то зеленые были типа сумки что ли стояли на парковке может быть нужно будет подъехать туда и опустошиться тринадцать процентов твою же дивизию только тринадцать процентов это мы только первую тестируем еще косилка еще вторую хочется потестировать это еще сколько времени это только от тестирование то даже еще не начало игры но допустим хорошо я ее потестировал а можно мне теперь как-то просто выйти допустим потестировать другую не доходя до 20 процентов но судя по всему нет а в настоящем контракте уже во время игры собственно нужно будет до ста процентов доходить это целый час вот так вот вот так вот просто ехать вот вот ехать и все это с такой скоростью нет это конечно реалистично это конечно тоже по-своему интересно медитативно но хотя бы немножко разнообразие какое-то потому что ну вот мы вообще ничего не делаем я просто вот она даже едет практически сама вот удерживаю немножко правый триггер и все чтобы скорость поддерживать левым стиком вот чуть-чуть так подруливаю потом отпускаю вот так по прямой она сама едет дальше то есть в принципе делать то ничего не нужно так как игра самоиграйка а потом когда уже все это зачистится то есть основная масса травы скосится надо будет остатки находить и так далее тогда уже и то наверное будет поинтереснее вот кустики там растут чуть-чуть пропущенные места да есть чтобы до ста процентов дойти но это же это очень долго вот здесь допустим справа вот пропущенная немножко травы это уже под конец такое вот зачищать все остатки и приводить газон в идеальное состояние вот так если подумать о насчет этой работы в реальности насколько же это простая работа вот так сидишь себе катаешься сложности не вижу абсолютно никакой сидишь подругу деваешь по чуть-чуть слушаешь музычку пусть и классная работа что там 18 7 18 8 а я думаю тут даже за час наверное полностью весь газон не скосить тут часа полтора-два нужно ну 19 8 19 9 20 прогресс контракта отличная работа однако в реальности контракте скосить нужно будет всю траву после завершения контракта косилку нужно будет завести обратно на прицеп чтобы закончить верни газон косилку на прицеп чтобы завершить контракт так уберем в начале лезвие мы выключили чтобы не повредить теперь мы можем безопасно вернуться на прицеп кстати ребята сразу же по внешнему виду скажу по визуальному стилю игра выглядит очень даже красиво но мне не хватает сглаживания а настроить это в принципе в игре нельзя в игре нет детальной настройки графики есть только один пункт типа хорошо плохо очень хорошо и так далее то есть сейчас графика стоит по умолчанию как стояла на высоком все но вот сглаживания как-то все равно не хватает а может быть можно еще повыше поставить графику потому что я не проверял так вот все что есть по настройкам разрешение уровень качества вертикальной синхронизации и размытия уровень качества у нас есть очень высокая да давайте попробуем очень высокая что изменилось добавилось по моему чуть-чуть сглаживания я смотрю просто там на верхушку здания по моему чуть-чуть сглаживания добавилось но при этом добавилось какое-то ощущение как будто смотришь через мыльное стекло этот мне не нравится сразу же пропала резкость и как-то фокус пропал как бы чтобы опорожнить травосборник двигайся задним ходом к мешку для травы как я и думал да хорошо так нет но управление камерой с видом от первого лица нужно конечно настраивать так удерживай а чтобы опорожнить вот как это работает теперь можем вернуться к прицепу аккуратненько загоняем после завершения тест-драйва ты можешь приобрести косилку или взять на тест-драйв другую доступную косилку возможность тест-драйва это просто очень круто а кстати а здесь смотрите сглаживание так и не добавилось как то все равно вот эти вот углы эффект какой-то странным вот смотрите лесенку прямо вижу ну как это максимальные настройки графики а я вижу лесенку это такое ладно давайте попробуем вот это вот night long movers это нас мульчирующие уже подождите купить стоп стоп нет тест-драйв у нас y вот на тест-драйв берем здесь же у нас будет проходить тест-драйв так здесь уже мешков для травы нет они нам нужны так а стоп если убрать вот теперь так лучше но так вот так лучше запускаем двигатель так положение дросселя нам еще нужно сейчас высоту среза настроить не забываем про это так на краешек становимся так опустили режущую деку режущие лезвия включили все мы начинаем работу так а почему счетчик не идет до 20 процентов или в режиме тестирования теперь это видимо было обучение на предыдущие косилки а здесь мы уже не должны 20 процентов собирать то есть я сейчас просто прокачусь допустим там минутку как только пойму что мне хватит для тестирования косилки я могу выйти наверное да может быть просто заехав обратно на прицеп так там уже у нас вообще срезается косится да слушайте это косилка по моему как-то даже идет поприятнее а ну-ка как-то вот она поприятнее по моему идет даже так двигателя не нужно перегружать по-прежнему так но двигатель здесь более чувствительный к скорости как то здесь прям сложнее контролировать скорость нужно очень-очень аккуратненько так держать палец на триггере чтобы не перегреть двигатель ну в принципе могу сказать что эта косилка мне нравится больше поэтому давайте мы вернемся на прицеп смотрите здесь обороты как бы потом километраж скорость то есть повышается температура как-то скачет вообще непонятно то понижается при повышении скорости так давайте выключим лезвие поднимем деку и все и поехали закончить тестом да мы заканчиваем тест драйв так мы можем купить косилку смотрим что у нас по ценам здесь вообще пишут цены где указаны две шестьсот пятьдесят две сто сорок девять нет мне больше нравится вот эта мульчирующая то есть вообще даже не нужно думать о том чтобы собрать куда-то траву там в контейнер вывести то есть случайно не забудешь хотя не то чтобы это прям было сложно контейнер очень большой даже на этой можно час кататься наверное и контейнер не заполнится но мне это больше нравится еще по управлению как-то ну не знаю она едет как-то поприятнее что ли поэтому давайте возьмем вот эту покупаем получено достижение первый шаг к мечте выбор контракта это карта контрактов где показаны контракты которые можно выбрать и начать твоя компания настроена и у тебя есть косилка нажми кнопку контракта в нижней части карты чтобы выбрать контракт так а на сад перед домом коттедж укромный уголок стоимость 330 фунтов стоимость очков репутации 50 сложность первое самое простое вообще так принимаем да настройка контракта выбрав контракт ты можешь ознакомиться с гонораром и требованиями если хочешь принять контракт на него нужно назначить сотрудника и косилку выбери слева вариант сотрудник или косилка я хочу выполнить этот контракт выполнение 99 процентов среза должно быть минимально рекомендуемая ширина деки 100 сантиметров какая у нас ширина высота стрижки 5 6 текущий диапазон высоты от 13 до 20 заросло время проверки земли 4 00 рекомендуемое время стрижки 26 00 что что за проверка земли назначение сотрудника чтобы выполнить контракт на него нужно назначить сотрудника в данный момент у тебя есть только один сотрудник ты впрочем это изменится по мере роста компании выдели себя затем подтверди назначение на контракт вот я не хочу к никакую компанию я хочу именно симулятор не менеджмент а именно симулятор в котором я буду это все делать а не назначать кого-то чтобы он вместо меня играл я хочу сам этим заниматься так косилка назначение косилки чтобы выполнить контракт на него нужно назначить косилку логично в данный момент у тебя только одна косилка но потом будет появляться еще какая у нас здесь ширина деки размер деки 98 сантиметров размер объем бензобака кстати а где заправляться теперь на контракт назначены сотрудники косилка так что его можно подтвердить подтвердив контракт с выбранными сотрудниками косилкой ты можешь приступить к его выполнению подтверждаем хорошо по мере настройки подтверждения контракта и значки на карте будут становиться желтыми а на контракте который назначен тебе будет ображаться звезда подтвердив первый контракт ты можешь начать его выполнение и отправиться в пункт назначения для стрижки начинаем конечно же так вначале осматриваемся ой как красиво здесь слушайте какое место классное и кто придумал делать огороды вот так вот засадить всю землю травой и все и красота этап проверки земли в начале каждого контракта у тебя есть некоторое время чтобы найти и убрать с газона любые предметы которые могут быть повреждены или сами могут повредить косилку а препятствия то есть убрать ты можешь пропустить проверку земли автоматически удалить предметы сев на косилку но в этом случае ты не заработаешь деньги и очки репутации угу смотрим справа сверху ноль из трех собранных предметов у нас есть 4 минуты что ли за 4 минуты аж 3 предмета найти ну я думаю за 4 минуты мы их найдем так а насколько они маленькие вообще так ну вот я вижу уже гномика так небольшой баг с управлением есть на геймпаде то есть а тихо вот видите он сам начинает идти куда-то подбираем в принципе можно даже просто бегать если где-то рядом с нами будет предмета как видите сразу же появится кнопка вот подобрать палку все проверка земли завершена верите с прицепа и выгрузите на газонокосилку чтобы начать косить а я хочу здесь осмотреться можно мне просто интересно здесь посмотреть почему бы и нет время ничего не идет уже как бы только персонаж периодически топает вот куда он поперут он идет сам вправо и тут porsche ух ты это что-то такое классическое трактор стоит вообще игра очень красивая действительно земля проверена и пора начинать стрижку травы запусти косилку и выезжай на газон чтобы начать так прибавить газ так высота среза должна быть нам пять шесть где-то ну давайте пускай будет пять сантиметров допустим кстати счетчик времени идет мы должны за сколько за двадцать шесть минут успеть а газон какой вот этот да подождите режущую деку опускать нужно вначале выехать на газон показатели контракта качество твоей работы во время стрижки влияет на то сколько денег и очков репутации ты получаешь за выполнение контракта тебе нужно найти баланс между скоростью и аккуратным вождением нельзя повреждать цветы и почву но стричь надо быстро чтобы заработать бонус за время так цветы нельзя повреждать понял так выезжаем сюда вот так опускаем деку запускаем лезвие ну и все и погнали тихо 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 цветы не хочу повредить вот так вот и поехали и поехали косить давайте знаете что еще проверим управление на клавиатуре вот возьму сейчас клавомышку вот так вот так войтихать как сюда заехать так аккуратненько как почему то автоматически поворачиваешь когда я задний вход делаю оп 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 поворачиваю ну конечно же на клавомышке как то и по удобнее и попривычнее ну это ожидаемо все-таки это мышка Так, сюда потом мы заедем И докосим Так Но вернусь к геймпаду Все-таки на геймпаде Подобно играть как-то Поприятнее Так, слушайте А здесь косится как-то Побыстрее, чем В обучении Уже 10% Но нам нужно 100 Знаете, как в эту игру удобно было бы играть? Вот если у вас два монитора, как у меня На одном мониторе вы играете в игру На другом мониторе запускаете какой-нибудь фильм или сериальчик Вот это вот самое то, ребята Вот самое то Потому что сейчас будет однообразие вообще То есть я буду просто вот сейчас вот так вот по кругу ездить В течение следующих там минут 20 Можно, допустим, чтобы было удобнее, допустим, срезать вот так вот Здесь нужно брак убрать Вот так Вот так вот Брак убираем сразу. Так, вот так. В принципе, не имеет значения, в какую сторону ехать. Так, тихо-тихо-тихо. Главное не перегреваться. Так, можно, допустим, вначале... Ой-ой-ой, перегрузка двигателя. Нагрузка на двигатель газонокосилки показана справа внизу экрана. Если установить слишком высокую скорость и пытаться срезать слишком много травы сразу, двигатель перегрузится, что приведет к его повреждению и снижению качества стрижки. Если стричь с перегруженным двигателем, косилка будет пропускать травинки, которые придется потом стричь снова. При этом косилки с травосборником, мульчирователем или комплектом для переработки будут оставлять кучки обрезков. Тихо-тихо, не надо, пускай отдохнет. Тихо-тихо. Так, чуть-чуть назад там вроде. Да, все теперь нормально, срезали все. А вот вижу слева брак. Сразу раз. Так, тут еще на углу вижу брак. Надо убрать. Вот. 35 процентов. Так, тут брак был. Вроде я на него наехал, вроде убрался. Вот, еще на углу тут есть брак. Так, вроде я на него наехал там. Нет, вон он. Ну, давайте мы тогда вот так сделаем. Здесь еще скосим заодно как раз. Так, так, так. Тихо-тихо-тихо. Перегрев, перегрев. Развернемся здесь поудобнее. Вот эти бы еще докосить, смотрите, травинки. Ну-ка, раз-раз-раз. Оп. Они же тоже идут в счетчик. Вот так, так, так. Чтобы лезвие не повредить. Чехо-чехо и цветы не повредить. Тихо-чехо и цветы не повредить. Ай, тут еще брак остается. Там вон еще, видно, тоже брак есть. Это можно будет потом, наверное, сделать уже в конце. Чисто кататься и искать брак, убирать. Да, вот видите, маленькие кустики все равно еще остаются. Нужно все-таки еще убирать и убирать. Тихо-чехо и цветы не повредить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Вот Так, чтобы тут не вертеться, уже удобнее просто объехать еще разочек 57% 57% кстати говоря уже Да нет, я много времени трачу вот так вот объезжая О, тут пропустил еще чуть-чуть Вот так вот Тихо, цветы не повреждаем, а то хозяйка этому рада точно не будет Вот так объехали, чтобы защитить все там по краешку Угу А куда же ты разворачиваешься, а что не туда тебя Как-то эти колесики Как-то эти колесики куда бы я ни вертел, влево или вправо, все равно он будет разворачиваться влево Ну, давай, давай Ну, давай, давай О, нет, получилось выручить вправо Ну, наконец-то Эти колесики немножко странно себя ведут у него Так, там он еще слева я не срезал Кстати говоря Да Так, там он еще слева Ну, и у него сразу же, да Ну, и у него вот Создаем Угу 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 Давайте сразу посмотрим Вот здесь вот срежем Вот так Там где трава уже низкая, где срезанная Там можно ехать с любой скоростью А косилка не перегревается То есть перегревается она только тогда, когда мы косим Собственно Что в принципе логично Так, вижу там Слева вон еще трава осталась Надо ее убрать А, вот еще есть Тихо-тихо-тихо Аккуратненько Есть Есть Хорошо Вот тут убрали Вот тут Тихо-тихо-тихо Есть Так, ну с этой стороны по сути мы уже Практически закончили Здесь Вот этот треугольник остался Не выкашенный Так-так-так Убрали здесь Черт, я по-моему Я оштрафован за уничтоженные цветы, да? Один цветок я все-таки уничтожил Случайно Ладно Нам меньше заплатят Ну, сам виноват В принципе Само собой Хозяйка не захочет Терять свои цветы Работать нужно аккуратно Ну ничего Это наш первый заказ Мы что-то учимся Пользоваться этой газонокосилкой Есть Семьдесят четыре с половиной процента Вот еще чуть-чуть нужно Подхватить Вот так Так-так-так-так Есть 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 Чуть-чуть нужно захватить Там он пропустил На углу 84% 80% Так, давайте теперь вот здесь сразу же срежем по кругу. Здесь нужно очень-очень аккуратно, потому что здесь цветы... Тихо-тихо. Так, здесь маленький, очень радиус разворота. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Так, аккуратненько, 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 аккуратненько Продолжение следует... 97%. Так, здесь, наверное, вот так вот лучше передам по чуть-чуть, по чуть-чуть, тихо-тихо цветы. Надеюсь, чтобы травы не осталось. Вот так. 98,2%. Чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Так, хорошо, здесь тоже закончили. Так, вот здесь давайте сразу же у этого вот кода. Тихо-тихо. Аккуратненько. И же тоже нужно выкосить. Так, чуть-чуть-чуть вроде осталось вон. Чуть-чуть. Есть. 98,8%. Нам вроде можно будет закончить контракт на 99%, но давайте, по крайней мере, что видим, уже докосим до конца. Стрижка завершена. После завершения стрижки тебе нужно вернуться на прицеп, чтобы покинуть место. Если на тропинках или пломбах осталась скошенная трава, сперва убери ее, чтобы избежать штрафа. Ага, то есть если у нас не эмульчирующая газонокосилка, или с контейнером, которая сама собирает все, то мы должны еще и поубирать за собой траву. Понял. А, уже проценты не показывают, да? То есть до 100% бесполезно сейчас доводить. Нам даже не показывают, сколько процентов. Я как бы хотел, чтобы циферку 100 нам показали. Люблю до 100%. В симуляторах доводить. Все, но... Здесь этого не будет. Тихо-тихо-тихо. Еще штрафов сейчас понасобираю тут. Ну да, видимо, это уже бесполезно дальше стричь. Ничего нам за это не дадут. А, ладно, Сон. Возвращаемся к прицепу. Так, можно деку вообще поднять уже. А, время-то еще идет, подождите. То есть мы должны еще успеть вернуться к прицепу, видимо. Сколько там было? 26 минут с чем-то, по-моему, или 26 ровно? Ну, как раз успеваем. Хе-хе. Как раз. Опа. И все. Итак, смотрим, что у нас. Бонус за время проверки земли. Гонорар за проверку земли. Бонус за время стрижки. Полученные ценности. Никаких ценностей мы не получили. Штрафы. 12.50 фунтов. За уничтоженные цветы 2 фунта. Столкновение 10.5. Ммм. С чем это я столкнулся? Топливо. Сколько мы потратили? Лезвие. Ммм. Техобслуживание 0. 323.75. Окей, мы получили. Получено достижение. Начало стрижки. Еще одно достижение. Первое из множества. Гараж газонокосилок. Это гараж для газонокосилок. Здесь можно чинить поврежденные косилки, просматривать статистику, покупать навесное оборудование, покупать новые косилки или сдавать старые за счет оплаты. Для начала выбери имеющуюся у тебя косилку для обслуживания. Но у нас косилка только одна. На этом экране показана вся информация, необходимая для отслеживания работы и состояния твоих косилок. Давай обслужим косилку и подготовим ее к следующему контракту, нажав кнопку технического обслуживания. Косилки надо держать ухоженными и исправными. В идеале после выполнения каждого контракта нужно зайти в гараж, залить топливо в бак и устроить повреждения. В левой части экрана показано состояние косилки. Если косилке требуется обслуживание, займись ею сейчас, прежде чем возвращаться на карту контрактов с помощью кнопок. что там у нас? Лезвие и бензобак. Ремонт лезвий. Починить. Полный ремонт. Ноль. Ага, это я не нужно. Только полный ремонт за 2 фунта, да? Хорошо. Бензобак заполнить. Полная заправка. 3,16. Нормально. В принципе, очень даже выгодный получился контракт. Обслуживание получилось совсем чуть-чуть. А получили мы стоимость нашей работы, нам оплатили очень даже хорошо. И теперь мы можем, видимо, вернуться сюда. Принимать тут новые контракты и так далее. Да, про гараж нам уже рассказали. Это мы уже все сделали, все починили. Хотя, видимо, наверное, от нас хотят, чтобы мы еще косилку и двигатель до 100% починили. У нас там процентов 99, наверное. Но давайте уже сейчас не будем этим заниматься, а просто подведем итоги по поводу этой игры. Это действительно игрушка очень даже хорошая. На самом деле очень интересная. Но, пожалуй, не буду я ее проходить на запись. Почему? Потому что, ну, это не та игра, которая, наверное, будет смотреть интересно. Это игра, в которую интересно самому поиграть. При этом желательно еще включить на втором экранчике сериальчик. Тогда, да, самое то. А вот смотреть на видео прохождение этой игры вряд ли будет особо прям приятно, потому что будет оно довольно однообразным. Дело в том, что, ну, это газонокосилка. Само собой, огромного количества возможностей у нее не будет. Да, они будут чуть-чуть отличаться, чуть-чуть будет получше, похуже, побыстрее, помедленнее. Но суть будет одна и та же. Просто вот делай то, что было в сегодняшнем видео. Едь и коси, едь и коси, едь и коси, едь и коси. Играть в это довольно-таки интересно, в принципе. Но записывать, смотреть это, наверное, будет не так интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вам бы наоборот, как раз хотелось бы на такое прохождение посмотреть. Или вы все-таки тоже считаете, что как прохождение это было бы не очень. Но игра все-таки довольно неплохая. Игра хорошая. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok